Как давно я здесь не был, упаду на траву, гляну ясное небо и пойму, что живу, небо в колокол грянет. Здорово и здраво. Здорово и здраво, да? Если вы любите бокс, это видео для вас. Хотел я узнать, какие у нас вечера бокса в России будут, что за бойцы будут драться в ближайшее время. Зашел на олимпбет, потому что только там эти бои все видны. И у нашего такого веселенького промоутера хреново будет вечер бокса, где будет драться Игорь Михалкин против Дилмурода Сатебалдеева. И там Дилмурод Сатебалдеев висит за коэффициент 2.27. То есть за хороший коэффициент 1.67 на Игоря Михалкина. И здесь, я думаю, будет апсет снова совершит апсет Дилмурод Сатебалдеев, потому что в последнем бою он побил Власова. Причем там такая победа, знаете, было столкновение головами. И нужно было восстановить бой, посчитать очки, потому что Власов не мог бы продолжать. Но поскольку Власов бой проигрывал, он еще и в нокдауне был, на карточках судьи он бы проиграл. И они, видимо, хотели дать ему продолжить, чтобы он как-то наработал на победу. А потом они остановили. Ну, Власова, короче, хотели, наверное, тащить, я не знаю. Но угол Власова принял решение, что нет, мы сдаемся, не будем продолжать. И техническим нокаутом, получается, ввиду сдачи соперника победил Сатебалдеев. И, смотрите, для Хрюнова это очень интересная ситуация, потому что у него не так давно, где-то с полгода назад, был поединок. Вот один из его любимых бойцов, такой, Федор Чудинов, проиграл Адизбеку Абдугафурову, причем проиграл решением судей. Адизбек Абдугафуров, это кто такой? Это узбек, то есть это ближнее зарубежье такое, это такие вот микрорынки, на которые он может выходить. Хрюнов, он не может выходить на американские, британские рынки, но вот на эти рынки он может выходить. Российский рынок он и так весь оккупировал, потому что вот эти фрик-бои, которые он там устраивает с дациками и так далее, это все, ну, вся Россия со смехом или не со смехом, она вся посмотрит, заинтересованная, вот, ну, платежеспособная, заинтересованная во всех этих вот мероприятиях. Они все посмотрят, там, и ставки сделают, еще что-то, вот. И он на этом давно зарабатывает, а чтобы расширяться, ему нужны, ну, бойцы из других стран. И вот Сатыбалдеев, это для него вариант киргизов привлекать к себе, чтобы они его смотрели. А Абдугафуров, это для него вариант узбеков привлекать, чтобы они обращали внимание на эти его вечера. И смотрите, какая ситуация. Если он даже Чудинова не пожалел, они ведь могли засудить Абдугафурова, дать ничью. Там, кричали бы все, там, фу-фу-фу, но он бы вытащил своего, и все, все бы сказали, дай, ну, у Хренова там, у него всегда так. Ну, никто бы не обиделся, знаете, никто бы там слезы большие не лил, но они отдали победу Абдугафурову, в общем, единогласно. И как бы теперь, ну, будет Абдугафуров снова у Хренова драться, и все, и узбекская публика будет смотреть. Сатыбалдеев то же самое с киргизской публикой сделает, понимаете. То есть на новые рынки выходит Хренов, ему же деньги нужны, его не интересует больше ничего. И он эти деньги, в принципе, зарабатывает. И вот то, что Сатыбалдеев побил Власова, он ведь его честно побил, что самое главное там не было. Ну, если бы они очки посчитали, там бы победил Сатыбалдеев, поэтому Власов мог и не сдаваться. А если бы он продолжил, вот тем более разбили с такой травмой. То есть, ну, все понятно. Игорь Михалкин что за боится? Это тоже скальп. То есть, если он побьет Михалкина еще, то, ну, люди, не понимающие ничего в боксе абсолютно, они будут говорить, вот, смотрите, побил Власова, побил Михалкина, хороший боец, киргиз. И все, киргизы это услышат, такие, о, да, вот наш победил, да, там мы крутые. И будут тоже его смотреть, понимаете. То есть, вот на вот этих вот комплексах малого народа промоутеры всегда играют. И в данном случае Хренов тоже наверняка на этом захочется играть, чтобы, ну, сколько там в Киргизстане? Ну, может, ну, тысячу зрителей себе привлечет, две тысячи, это все равно новые деньги. Михалкин, он что, он через год карьеру завершит, ему 38 лет почти. У него простой 14 месяцев. То есть, вот смотрите, как у Михалкина все плохо. Давайте подумаем. Боец никогда никого не побеждал. Назовите мне скальп, который есть у Игоря Михалкина. Не назовете. Он дрался с африканцами, дрался с немцами, дрался с мешками. Ну, с отрицательным рекордом людьми. То есть, с представителями небоксерских стран, либо с теми, кто никогда ничего не добьется в боксе априори. Если вы из небоксерской страны, вообще не смотрите, какой у него рекорд. Это человек там не мог родиться. Боксер чистым, ну, по всем пунктам. Не прорастают они там. Как вы знаете, семя в пустыне посади, но не вырастет оно. Понимаете, нужно в чернозем сажать или там, ну, какую-то подходящую среду. Точно так же и бокс. Должна быть боксерская страна, боксерская среда, боксерские залы, боксерские школы, боксеры как спарринг-партнеры. Боксеры-чемпионы из этой страны, чтобы на них равнялись и так далее. Когда этого всего нету, там с Африки приезжают люди, там с Южной Африки, с Германии, там какие-то непонятные люди. И вот их там бьет Михалкин, и люди думают, вот смотрите, Михалкин крутой боксер. Но когда ему давали боксеров, вот далее, например, Сергея Ковалева. Сергей Ковалев, он уже был создан, чтобы его побить. Вот его потом Элейдер Альварес побил. Колумбиец, блин. Вот, нокаутом побил. Игорь Михалкин не смог Ковалеву ничего сделать. Проиграл сам досрочно. Хотя Ковалев уже был все. Он уже был готов проиграть. Ну, мы с Элейдером Альваресом в следующем бою это увидели. Ковалев был уже все. Но вот не победил он его. И 14 месяцев назад он поехал, вот вы вдумайтесь, как у человека все плохо. Не ему в Россию привезли кого-то, чтобы он подрался. А он из России поехал, ладно бы, в Британию, в Америку. Это нормально. Поехал во Францию. И ладно бы он поехал, ну, за титулом. Он поехал драться с французским средняком местным, Мэтью Будерликом. И проиграл ему там досрочно. Понимаете? То есть, ну вот, вот настолько все плохо у человека. Иланаб это было за большие деньги. Нет, конечно, не скини большие деньги. То есть, в не особо-то боксерскую страну, Францию, не за пояс, не за большие деньги, не с крутым топом, со средняком поехал Игорь Михайловым драться. И еще и проиграл досрочно. И это в 36 лет он поехал. Сейчас он уже 37, почти 38. То есть, вот насколько у человека все с карьерой плохо. И вот он уже в возрасте, 38 лет почти, с Атыбалдиву 28. То есть, там все прекрасно с возрастом, с физикой, с будущим каким-то боксерским, если оно будет. То у Михалкина его уже нет. Это, скорее всего, последний бой. Но не будет же он в 40 лет выходить драться, если он уже проигрывает нокаут. То есть, человек уже проигрывал досрочно дважды. Человек от 14 месяцев простой, возрастной, последний бой проиграл. С точки зрения менеджмента, промоушена, мы видим, что у него все плохо, раз он туда вот ездит драться. Какой-то крепкой физикой не обладает, никогда не был нокаутером, никогда не была какой-то функционалкой серьезной. То есть, ну какой мы делаем вывод? Что Игорь Михалкин, он и на пике-то не был кем-то крутым. Ну, середняк был, наверное. То есть, сейчас точно хуже средняка. Вот Максим Власов, это человек, которого я ставлю выше средняка. Да, он тоже уже на каком-то спаде 100% находится, но я его точно ставлю выше средняка. И Сатыбалдиев его честно побил. Честно. То есть, там ничего бы Власов не добавил, не прибавил, ничего бы не сделал. Он проигрывал бой. Он был в нокдауне, в чистом. Мало кто Власова в нокдаун посылал. По-моему, только один, этот, Гловацкий, больше никто его и не ронял. Сатыбалдиев его послал в нокдаун. То есть, это нормальный боец. Ну, такой, как вам сказать, там, с огрехами, там, где-то пропускает. Ну, такой маленький живчик. Вот он хочет выиграть. Он выходит в ринг, у него глазки горят, хочет, хочет. Вот, где-то пропустит, что-то не получается. Ну, вот он огнем, огнем, каким-то вот рвением. Чем-то похож на Шавката Рахимова. То есть, вот он рвением, желанием хочет победить. И вот Власов с этим ничего не смог сделать. Потому что с ним не боксировали на дистанции что-то там. Пошлепать, подотрагиваться, постоять, подумать, подышать. Как, кстати, любит Михалкин. А ему предлагали бой, бой, бой. И да, вот где-то больше на дистанции, где-то больше вот, ну, не особо умело. Но Сатебалдиев, это боец, который рвется побеждать. И он еще молод, он еще, ну, у него все, он так и продолжит, грубо говоря. Михалкин, он уже все. Он уже, если он сдается после шестого раунда с Будерликом, то сейчас еще 14 месяцев прошло. Он тем более не готов. Тем более он не готов драться. Ну, как бы там 10 раундов пройти и там выиграть их. Нет. Нет. Поэтому, ну, Сатебалдиев должен бить Михалкина. Потому что Михалкин, он в этой форме, он уже даже не средняк. Так, тащить его никто не будет. Кому он нужен? Зачем? Ну, зачем вот он хреново? Давайте подумаем. Он завтра, послезавтра завершит карьеру. Зачем он хреново? А Сатебалдиев будет хреново привлекать киргизскую аудиторию. Так что это уже, это уже другой разговор. И у Сатебалдиева уже есть скальп. Сейчас дадим ему вот этого Михалкина. Второй, как бы, скальп. Всего непонимающие в боксе люди будут говорить, вот, двух топов побил. Ну, вы понимаете, как это работает. Поэтому вот этот коэффициент 2 с чем-то, 2 там, 27. На Олимбете больше нигде, наверное, этого боя нет. На Сатебалдиева это очень-очень хороший вариант. Нокаутом не выиграет его, как его зовут, этот Михалкин. Потому что не бьющий боец. У Сатебалдиева мне скажут, ну, там поражение есть. Ну, смотрите, вот есть у него, например, поражение с Сироткиным. Так его ограбили в том бою просто. Потому что киргиз никому не нужный приехал. И, ну, Сироткина хотели тащить, ограбили. А выиграл-то бой Сатебалдиев. И сейчас уже, сейчас уже нет причины его грабить. Сейчас он уже на каком-то, на взлете. Он молот, он как бы побил Власова. А этот уже на максимальном спаде. То есть, ради чего вытаскивать? Я просто не понимаю. Если вот будет близкий бой и захотят вытащить Михалкина. Ради чего? Я не понимаю. Просто потому, что он русский и был в России. И только поэтому, ну, денег это ж не принесло. Хренов человек, деньги любит. Так что, а Сатебалдиева еще не раз, не два можно ставить. С кем-то драться. С тем же Власовым сделать ему реванш. Я не знаю. Ну, можно что-то лепить. Какие-то, какие-то перспективы. Вот, молодой боец все-таки. Ну, опять же, разница в возрасте. 38 почти и 28. 10 лет разница. Соответственно, сколько больше будет функционалки, рвения, голода и всего такого. А этот уже три поражения. Два досрочно. Старый. С простоем, с таким большим. Я вообще не думаю, что он в форме находится, Игорь Михалкин. Никакой мохнатой лапы за спиной там 100% нет. Так что, никто его не будет тащить. И, скорее всего, он этот бой проиграет. Да не скорее всего. Ну, наверное, процентов 90-85 я даю, что Сатебалдиев уверенно побьет Игоря Михалкина. Этот коэффициентик можно забирать. Ну, это вот чисто такой прогноз для ребят, которые любят ставки. Потому что бой, конечно, никакой не топовый. Учиться у этих боксеров каким-то манерам ведения боя, конечно же, нечего.